Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Доброе утро, отличного дня, хорошего настроения. Я поехала на маникюр, но прежде мне нужно заправиться. Сначала на заправку, а потом уже поеду к своему мастеру. В общем, будем менять маникюр. Было вот так, что станет что-то другое. Но длину точно уберу, это точно я решила. Потому что с такой длиной не особо удобно. А дел много. Там еще на избирательном сейфе стоит такой металлический, который в прошлом году, ну на прошлых выборах, я сломала ноготь. Поэтому, в общем, надо себя как-то немножечко обезопасить. Тем более, еще времени много. Ногти подрастут, отрастут. Станут подлиннее. В общем, длину нужно маленечко подубрать. Ну все, поеду. Вроде бы. А, градусов хотел посмотреть, сколько. Максим сказал, жарко. Я надела костюм с коротким рукавом. Вот этот вот такой. Он здесь по краю кружева. И, в общем-то, как это вам сказать, в общем, вот такой длинный штанишки. И на замке вот это вот, что там у нас, дольче, габа, накуда двадцать. Вот. И, он говорит, жарко. Я что-то вышла. Ну, может быть, разогреется. Я тоже посмотрела погоду, где-то будет сегодня, может быть, двадцать три градуса. И, ну, не замерзну. Не замерзну, потом еще заеду. Да, у меня картина лежит со вчерашнего мастер-класса. Вчера был дождик вечером. И я уже ее просто не забирала. Ну, все, поеду без двадцати. А я на десять записная ехать. Мне еще и заправиться надо. Ну, вот как обычно. Встаю, собираюсь заранее. Позавтракать, умыться, накраситься. Ну, что вы думаете? И вот всегда вот такая вот картина. Все впритык. Потом лечу на всех форусах. Вот такой вот маникюр. Получился это акварель. А на друге, ой, руке. Сейчас я вам аккуратненько покажу. Немножечко другой рисунок. Здесь вот так. Здесь вот так. А с этой стороны вот так. На другой руке. В общем, такая красота. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Я давно... Ну, что, я не удержалась? Ох, я уже поела пирожное. И я снова в лакомке. Сейчас вам покажу, какие сегодня здесь то. Субтитры сделал DimaTorzok. Я целый день в бегах, работая на избирательном. И на учебе была. Второй день подряд идет дождь. Но какой дождь был вчера. И воды было по капоту машины. В некоторых местах было столько воды, что машины просто глохли и плавали в этой воде. Ну, в общем, как-то так, да. Сейчас я уже подъехала к одному тут бизнес-центру. И в этом бизнес-центре будет проходить мастер-класс. Сам себе художник. Ну, в общем, что-то, в общем, такое интересное. Вот, вооружилась уже зонтом. Я вчера так промокла. Зонта не было. Мне нужно было заезжать несколько мест. Я просто не знала, как выйти из этой машины. Я вылазила через соседнее сидение. Потому что были такие потоки. Там воды было столько ужасно. Но мне нужно было. Нужно было, нужно было. И как хочешь, но попади, зайди. И сейчас дождь прекратился. Но я все равно беру с собой зонтик. Вот такой у меня зонтик. Красивенький. Как-то в Reflame был такой зонт с кожаной ручечкой. И беру с собой зонт. Потому что, я не знаю, выйду я оттуда, вдруг опять будет идти дождь. Я вчера промокла. У меня были мокрые волосы, мокрая куртка, спина. Я еще была в платье, представляете? Ноги, все, обувь. Ой, боже мой. Вот мне бы вчера резиновые бы сапожки, да дождевичок, да еще бы зонтик. Я была бы просто в полнейшей восторге и просто защищена от всего вот такого. Но, увы и ах, этого ничего с собой не было. Поэтому, как было, так было. Пришла домой вся мокрая, голодная, замерзшая. Ну, что делать? Никто даже не мог ожидать, что настолько будет сильный дождь. Как-то 4 года назад у нас уже было такое, когда машины глохли, плавали. Ой, ну, пережили тогда, пережили и вчера. Поэтому, когда я сегодня увидела, что опять начался идти дождь, я думаю, боже мой, неужто будет повторение вчерашнего дня? Потому что я еле доехала до дома. Вот правда, вот правда. Это прям так было страшновато даже немножко. Я так, машина уже начинала такие звуки, знаете, какие-то издавать. Такие плаксивые, что сейчас она заглохнет. Я ей говорила, только не глохнет, только не глохнет. Боже мой, что же я буду тут делать, если мы с тобой вот в этой луже застрянем? Ну, представляете, сколько воды это было. Она потела у меня. Ну, я, конечно, настраивала, чтобы не потели стекла, но все равно было ужасно. Я тут какие-то нашла перчаточки вчера вот такие. Вытировала стекло, потому что видимости просто не было. Щетки не справлялись. И, ну, в очередной раз, пока я вытирала стекло, бомбанула так ноготь, что ноготь просто у меня на другой вот руке. На правый указательный бэнс. И, в общем, так больно ударило, что теперь нужно идти на ногти. Записалась на коррекцию ногтей. Пойду на ногти. Хотя можно было и еще маленько походить. Ну, как есть, так есть. В общем, вот так вот. Что нам еще тут выдали? Смотрите, какие штучки. Выборы 2019 года губернатора Челябинской области. Ну, в общем, побежала я. Сейчас уже через 10 минут будет мастер-класс. Мне еще нужно найти, подняться, зайти, найти. В общем, расположиться. Ну, сама предвкушение. Пока тут подготовка. Вот такие фартуки мы выдали. Одноразовые одели. Все приготовили. Листы бумаги. Браво. У нас ремонт кровати. Вообще. Почему-то с Максима стороны кровать скрипит просто как ненормальная. Я говорю, ты мне мешаешь спать. И вот он снял матрас. В общем, и ушел в другую квартиру, там, в кладовку. За саморезами. Сказал, что эти короткие какие-то. Получается, что кровать, видите, здесь на заказ. И здесь не ламели, а щиты лежат. Она вообще идеальная была. Что с ней такое случилось, я просто не пойму. Главное, скрипит с его стороны, видать, вот эта вот половинка. Я говорю, ты мне не даешь спать. Он только пошевелится. Одно движение. И такой скрип противный. Ну, в общем, он занимается ремонтом. Вот так. Вот так это выглядит. Ну, вы, наверное, все это уже видели. Ну, в общем, у нас ремонт кровати. День провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. И всем вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok